Колокольный звон В этом году мы попали, очень радуемся. Я сама уже давно была, лет 15 назад. Такие впечатления были очень яркие, поэтому решила привести, чтобы он тоже порадовался. В святую святых поднялись и воспитанники 4-й школы-интерната. 11-летняя Маргарита в колокол звонила впервые. Делится. Такие эмоции она еще не испытывала. Я чувствовала свою семью, я чувствовала звон. Я просто представила, что это то же самое пианино. Я подумала о Христе. Посмотрите на их лица, посмотрите на их глаза и вы увидите, какие эмоции у детей. Они очень довольны, всегда радуются и счастливы побывать туда, куда пускают один раз в году. Колокола на Руси появились в 10 веке с принятием христианства. Считалось, что у этого инструмента есть душа. Мы вот уже какой год с детишками приезжаем в храмы и есть такая возможность подняться на колокольню и позвонить. Ведь колокола – это звучащая молитва. Это же такая красота. Это возвещать всем людям великую радость о воскресении Христом. Звонарями могут быть как взрослые, так и дети, но никому из них не стоит забывать о правилах безопасности. Поэтому на колокольню можно подниматься только в сопровождении служителей храма. Один наш пожилой прихожанин когда-то сказал, светлая седмица, кто же не звонарь. Это время, когда рождаются звонари, когда каждый может попробовать в этом деле, в деле церковного звона. Мне кажется, в это время все становятся немного детьми. В колокольню Знаменского собора можно посетить сразу после утренней службы и за полтора часа до вечерней, до конца этой недели. Диана Горяйнова, Семен Ковтанюк, События дня.